Всем привет друзья! В этом видео хочу показать вам как можно ускорить ваш телефон без дополнительных программ, чтобы меньше тормозили игры и Android прошивка. Все ускорение уже вшито разработчиками смартфона в вашу систему Android. Покажу несколько несложных действий, которые реально повлияют на быстродействие всех процессов и системы вашего девайса. Итак, для начала нам нужно воспользоваться самым режимом разработчика. Кто еще не знает как включить, это заходим в настройки, ищем строку версия прошивки и нажимаем по ней около 10 раз, пока не напишет, что мы стали разработчиками. Дальше возвращаемся немного назад, заходим в расширенные настройки. Здесь у нас внизу появился тот самый режим разработчика. Заходим в него, и тут идем по порядку. Первое, что делаем, это включаем многопроцессорный WebViv. Это утилита, которая отвечает за открытие сторонних ссылок в браузере. При включении скорость работы в браузере возрастет. Думаю, что много пользуется браузером, ищет какую-то информацию, и соответственно работа станет намного приятнее и с включенным этим режимом. Идем дальше. Такая настройка как буфер журнала. У всех по умолчанию стоит практически минимальный. Ставим максимальный, у меня это 16 мегабайт, возможно у кого-то будет еще больше. Ставьте максимальный, так процессору будет больше выделено памяти для обработки информации, и открываться будет все быстрее. Идем дальше. Анимация окон. Анимация переходов и длительность анимации. Ставим значение 0.5, или можно еще поставить ниже. Но 0.5 это, скажем, значение будет достаточно, и у вас будет меньше потребления процессором своей частоты на прорисовку всех действий. Интерфейс в целом будет работать быстрее. Идем дальше. Нажимаем включить GPU ускорение. Это увеличит скорость обработки изображений в играх. Игроманам, думаю, это реально на руку. Идем дальше. Есть такая настройка, как включить 4X MSA. Если у вас процессор реально сильный, то включив эту настройку, вы повысите графику в играх и приложениях. Но если слабый, то желательно не включать, потому что графика станет лучше, но быстродействие хуже. Вот таких несложных несколько настроек, и ваш телефон станет намного быстрее. Не только в играх, но и визуально по всему интерфейсу при повседневной работе в ваших стандартных ежедневных задачах. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем до новых встреч!